Жемчужный фарегат может остаться без канализации. Управляющая компания угрожает отключить от благ цивилизации дом в новом жилом комплексе на улице Адмирала Коновалова. Уведомления о грядущем отключении появились во всех подъездах новой многоэтажки. Грозный документ – последнее средство в борьбе управляющей компанией с должниками. Ее услуги жильцы новостройки принципиально отказываются оплачивать. По словам обитателей дома, свою компанию, Приморский город они не выбирали и уже больше года пытаются сменить. Утверждался на этом собрании один вариант договора управления. После этого задним числом, спустя несколько месяцев, мы обнаружили на сайте управляющей компании совершенно иной договор, не тот, который был утвержден на собрании собственников, с гораздо более выгодными условиями для управляющей компании, нежели для жителей. УК Приморский город взяла новостройку на обслуживание в 2015 году. В квартиры, по словам жильцов, на тот момент успели заехать только 9% собственников. Однако в администрацию района поступил документ о том, что за компанию проголосовали 72% жильцов. Но на этом список претензий не заканчивается. Дом не выдержал испытания дождливым летом. По стенам квартир и подъездов расползаются мокрые пятна, а в подземном паркинге после каждого ливня еще несколько суток идут внутренние дожди. Здесь уже были короткие замыкания, здесь частями паркинг оставался без света, несколько раз затапливались лифтовые шахты и управляющая компания вынуждена была останавливать лифты. Попытки нашей редакции добиться комментариев от компании к успеху не привели. Многочисленные письма и телефонные звонки так и остались без ответа. Как наконец пояснили сотрудники Приморского города в личной беседе, ответственность за протечки в паркинге должны нести не они, а строители. Обвинения в подлоге документов отрицают категорически, а отключить неплательщикам канализацию обещают уже в ближайшие выходные. Если суд не поставит точку в этом деле раньше, очередное заседание назначено на 1 сентября.